Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые друзья! Я Розулкова Лула Вучину, доцент кафедры педагогики психологии узбекского и русского языков Самаркандского государственного медицинского института. Я вам представляю сообщение, которое называется «Инновационные технологии в образовании и их роль в формировании, развитии, обучении и становлении личности». Создавать новое – это и есть инновация. Я такой эпиграф подобрала к сегодняшнему сообщению. Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного процесса, которая построена на качественно новых иных принципах и средствах, методах и технологиях, и которая позволяет достигнуть образовательных эффектов, которые характеризуются следующим – усвоение максимального объема знаний, максимальной творческой активности, широким спектром практических навыков и умений. Инновация, цель инновационных технологий – это формирование активной творческой личности будущего специалиста, который способен будет самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную деятельность. Мы должны развить очень важные в современном обществе навыки. Умение самому разрабатывать плансовые действия исследовательные, умение находить нужные ресурсы, в том числе информационные, для решения, поставленной перед собой задачи. Умение получать и передавать информацию, презентовать результаты своего труда, которое должно быть обязательно качественно, рационально и эффектно. Умение использовать компьютер в любой ситуации, независимо от поставленной задачи. Умение ориентироваться в незнакомой профессиональной области. Далее. Инновационные технологии предполагают, что они предполагают? Повышение уровня мотивации к учебному труду. Формирование высокого уровня развития обучающихся на основе включения их в постоянную деятельность, которая усложняется. При активной поддержке преподавателя. Да, доминирует преподаватель. Ведущая роль принадлежит формированию доброжелательной атмосферы, созданию позитивного отношения к обучению, посредством индивидуального отношения к каждому студенту. Это очень важно. То есть здесь приоритет отдается личностно ориентированному подходу в обучении. Инновационные технологии включают в себя технологии развивающего обучения, проектную деятельность, это научно-исследовательская деятельность, личностно ориентированный подход, сейчас оно занимает ведущее место в образовании. ИКТ, что это такое? Это информационно-коммуникативная технология и мониторинг. Технология развивающего обучения. Что они из себя представляют? Это проблемное изложение учебного материала. Частично поисковая деятельность. Самостоятельная исследовательская деятельность. Исследовательская деятельность. Что это? Какие элементы содержат? Это наличие задачи, которая требует поиска решений. Здесь включается сам студент и, конечно, преподаватель. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов, которые ожидаются. Самостоятельная деятельность. Индивидуальная, парная, групповая, коллективная. Использование. Здесь должны использоваться обязательно исследовательские методы. Критерии оценки представляют из себя, из чего они складываются. Это актуальность проблемы, корректность в методах исследования, активность участников, характер общения. Это очень имеет важное значение общения. Глубина общения. Умение аргументировать себя, свои заключения и выводы. Умение отвечать на вопросы. ЭКТ-технология. Это что это? Это работа с интернет-ресурсами. Создание мультимедийной библиотеки. Создание собственных ресурсов. Это электронные тесты, презентации, лабораторные работы, программные продукты. В чем заключается преимущество информационно-коммуникативных технологий? Они позволяют индивидуализировать и дифференцировать обучение. То есть каждый студент может работать в своем темпе за компьютером. Далее способствует повышению мотивации обучения. Он как-то получает вот этот мотив и мотивацию. Повышает активность обучения. Повышает эффективность процесса обучения. Дают возможность ознакомления с новым материалом. Усиливают межпредметные связи. И далее расширяют источники получения знаний в процессе обучения и их наглядность. Это информационно-справочная система, электронные учебники, презентации. Интернет-ресурсы. Это, конечно, Зионет. У нас в САМГУ сами модульные обучения. И Первый Сентембр РУ. Мы часто пользуемся этим. Успешность современной формы обучения – это способность управлять собой. должен управлять собой, тогда и придет успешность. Это преподавателя касается. Ставить разумные личные цели. Умение решать проблемы. Личностный рост. Изобретательность и способность к инновационному творчеству. Это диктует и те реобразования и реформы, которые происходят в системе образования. К инновационным направлениям на современном этапе обучения мы также относим развивающее обучение, проблемное обучение, технологии модульного обучения, дистанционная форма обучения, коллективная система обучения, информационно-коммуникативная технология и повышение квалификаций педагогических работников, которые происходят в систематике. Основная цель заключается в создании условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания, формирования и развития индивидуальных задатков. И способностей каждого студента и обучаемой молодежи. Задача преподавателя здесь, конечно, тоже выглядит иначе. Это научить студента оценивать свои действия. Результаты своего продвижения вперед. Все это вселяет, несомненно, веру и уверенность в свои силы будущему специалисту. Педагоги высших учебных заведений всегда должны помнить мы, что готовим мы конкурентоспособными, всесторонне развитых специалистов с богатой интеллектуальной культурой. Вот то, что я вам хотела сообщить, поделиться с вами, уважаемые коллеги. Всего доброго. Я вас благодарю за внимание. Продолжение следует...